Как сейчас вообще складывается доход артиста? А что? Что, Лерой? Это такая красота! И вот здесь решили исполнить свою мечту, и тем чисто пацан сказал, поехать в путешествие просто так. Не считается, а какая-то такая лестница была. Друзья, всем привет! Это творческий подкаст, и у нас в гостях супер-классный, яркий, выдающийся, на мой взгляд так точно, музыкант Степа. Фронтмен группы Марсель. Ура! Добрый день! Добрый вечер! Здравствуй, моя камера! Выдающийся? Ну да, чуть потолстел, что сразу выдающийся? Зачем так сразу? Начинаешь с обидного. Я думаю, мы нормально пообщаться будем, а вы сразу. Слегка выходит за рамки, да? В камеру пока помещаешься, все хорошо. Не знаю, такая маленькая, поэтому не знаю. Мы здесь находимся в локации как раз Татьяны, называется Use Family, очень крутая и подкаст-студия, и музыкальная студия, и школа... А зачем ты сделаешь это? Как Бузова? Бузова, ну я что, что-то в Стрэнде. Цепа Бузова. Вот, и чуть-чуть скромный ведущий, но хотя мне продюсер за кадром говорит, что надо упоминать, что я блогер-миллионник. Меня зовут Михаил, и сегодня мы постараемся такой... Я очень скромный. Вот, вот, заставляю, заставляю, да, да. У нас до начала интервью небольшой блиц для разгончика, чтобы все еще раз освежили в памяти. Ты коренной житель Питера? Нет, я вообще родился на острове Калгуев, Баренцево море. Потом переехал с острова в город Наринмар, и уже из Наринмара школу закончил, и поехал в Санкт-Петербург, собственно говоря. В Питере я уже могу называть себя корейным петербуржцем, потому что я живу здесь уже больше 20 лет, получается, да. И где мне здесь дети родились. Укоренился, Парвич. Так что можно смело. Помнили, много раз уже слышал от разных людей по всей нашей стране, что у многих людей Марсель ассоциируется с Петербургом, то есть Питер с Марселем, реально, как уже неотъемлемая часть. Поэтому я думаю, что можно... Во-первых, прописка у меня Петербургская. Я все точно сам. В корне я здесь пустил, пустил, дерево посадил, посадил. Посадил, посадил, да. Поэтому можно сказать, что я коренной Питерпурс. Ты мой про детей, я сейчас услышал, я вспоминаю, что у меня сын родился в Новосибирске, дочь родилась в Петербурге. Мы такие с женой, так, где следующий ребенок будет рожден, да-да-да, корни по-разному. В Владивосток 2000. Так что, продолжаем Блиц. Чем отличается Питер от любого другого российского города? Ну, во-первых, это самый лучший город, поэтому это 100%. Да, всем отличается, на самом деле, да, не только от наших российских городов. Я думаю, что это единственный город такой, я, не знаю, объехал весь мир. Ну, что такое зацепило? Не знаю, может быть, ты катился на катере, вот, все видел по Неве, вот это все, и пропитался, или еще что-то. Я, например, катаюсь на велике. А, уго! По Питеру каждый день летом сейчас уже наступает, вот, поэтому, да, делать же не в этом, не знаю, здесь какая-то атмосфера такая своя, понимаешь? Я, например, точно знаю, что такие песни, как пишу я, можно написать только в Санкт-Петербурге, вот, и меня столько раз переманивали в Москву, не знаю даже сколько, десятки раз, вот. Вот, ну, вообще, сколько лет уже, получается, живу, больше 20 лет, получается, здесь живу, вот, и, несмотря на то, что здесь дождливо, серо, зато здесь, просто, это самый лучший город на Земле, здесь красота, не знаю, есть какой-то дух города, понимаете, и люди здесь самое главное, здесь живут какие-то люди немножко, вот, да, может быть, немножечко снабы, понимаете, да, снабы немножечко, немножечко, как бы, сумасшедших людей много, вот, но в этом, сумасшествие в таком, и есть какая-то магия, которая меня здесь все держит, и обожаю, потому что этот город. Ну, вот я, между прочим, точно так же, когда приехала в Санкт-Петербург, и влюбилась, сказала, все, я здесь буду учиться, я здесь буду жить, и ехала, мне болело, кто считает по-другому, так же приехала. А ведь многие приезжают, например, даже те же москвичи, мои знакомые даже, говорят, ну, чего тут мокро, что там, ну, какие-то такие глупости, говорят, да, совершенно, которые имеют... Вот, выйдет, дождя нету, все, дождя, вон, смотри, и даже снега нету. Мы же съели в кафешке, значит, с Димой, своим другом, и под окном просто какой-то сумасшедший ходил. Пел. А он просто ходил, просто вот так, не знаю, что-то туда-сюда, туда-сюда, ну, разве не романтик? Да. Как-то, конечно. Город в хорошем смысле отбитый, в хорошем смысле. И вот ты настраиваешься на эту волну. Скажи, твое любимое блюдо. Блюдо мое любимое. Со сложных вопросов пошел. Это даже интересно, на самом деле, вот сейчас я так думаю. В детстве я очень любил макароны по-флотски. Да. Это меня действительно прямо кайфовал. А сейчас, что я чаще всего заказываю в доставке? Не знаю, хинкали люблю. Хинкали? Вот это только, чтобы... Честно, если чаще всего, я вот так и думаю, что я ем куриный бульон. Вообще, чаще всего, действительно, курицу с макарошечками, с яичком. Да, да, да. Чаще всего, наверное, это ем. Сто процентов. Наред, ты можешь это любимое блюдо? Если я каждый день это ем. Конечно. Конечно. Все, запомните. Ну, раз мы перешли в любимое блюдо из детства, А какая песня у тебя была самая любимая в детстве? Любимая песня в детстве. Вообще, Продидж любил. С нормальной детской песенкой. Ну, мы такие, да. С Мэг Мэ Битчер. С Мэг Мэ Битчер, да, да, да. Брэйс. И Флинт. Помнишь, да? Уща! Да. Круто. Хорошая. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Я их, на самом деле, слушал еще, помнишь, как кассеты были? Конечно. Everybody in the Place. Короче, вы нашли этот клип, там, в общем, Лерой Торнхилл танцует, танец такой прикольный. И я этот танец в свое время, в общем, снял, и в школе, в дискотеке, везде мы с друзьями танцевали. А потом, однажды, произошла такая история, у нас с моей бывшей женой, Катей, был ресторан на Крестовском острове, у нас и Южный, с бассейном. Вот. И мне позвонила подруга, моя леди Вакс, и говорит, Степыч, я сейчас приду, можно к вам, типа, в ресторан? И приходит с Лероем Торнхиллом. Ого. Прикиньте, просто я сижу вот такой, что, что, Лерой, это реально. И потом я ему показал этот танец, потом он говорит, да, точно, это он придумал этот танец. Круто. Это из клипа, говорю, из клипа Everybody in the Place. Вот. И мы потом с ним, значит, почти что всю ночь пили пиво, что-то сидели, ржали. Куриный бульон. Куриный бульон, после. Куриный бульон. Если ты понимаешь, я хорошо говорю. Ну вот. Это просто у меня, я говорю, куриный бульон имел в виду, конечно. И я ему рассказывал, ну, то есть, представляешь, как жизнь, да, все? Круто. Моя Продижа действительно была, потом Король Шу был, это моих любимых групп. Я, в принципе, до сих пор слушаю. Но Продижа все равно была самая любимая группа. Я, знаешь, вот ты и про... Я от пятой мошенники еще, вот. Чуть не похожи. Даже отчасти, да. Я про случайные встречи. Вот буквально Евгений тоже рассказывал за кадром, что недавно в ресторане сижу здесь, на Петроградке. И смотрю, ну, вот разговариваю, и смотрю, человек сзади знакомый по лицу. Я думаю, с кем, как я его видел, как я его видел. А потом понимаю, что это группа Айова сидит. Ну, понятное дело, я не подходил, ничего. Но настолько, что Питер у нас, вот, что ты можешь и Продижа встретить, и Катю Айову, и вот любого такого известного человека. Когда я Катю Айову впервые встретил с Леней, мы же дружим, я могу сказать, что я повлиял, можно сказать, на становление группы Айова. Так, эксклюзивчик, давай. Потому что они участвовали, я сидел в жюри, они сидели в конкурсе «Налые паруса» от сайта «Яталант». Да, от «Яталант», да. И, собственно говоря, я сидел в жюри, когда они первый раз появились, и мы туда и познакомились с ними. Катя, была такая прическа прикольная, как в клипе у Наташи Королевой, помните, чуть-чуть не считается, какая-то такая лестница. Да, да, да. Вот, и да, мы с тех пор в семье дружим, да, все прекрасно. Круто, круто. Если его не искать. Но они такие же верные в плане Питера. У них первые все выступления проходили на концертах группы «Массель». Самое первое большое выступление было у нас на концерте в «Космонавте», я пригласил туда. Никак разогрев, я никогда музыкантов не звал, у нас не было никакого разогрева, я никогда разогревом не звал. В гости, просто в гости. Круто. В гости и в середине. То есть, вы выступаете, потом выходит, вау, да, я переодеваюсь. Это супер уважительно к своим собратьям по сцене. Конечно, конечно. Что за гриф, это как-то звучит, блин, это так, то есть, тем более, я всегда вызвал музыкантов, которые мне нравятся, то есть, ну реально, не то, что там кто-то попросил там, не знаю, кто-то играет, а вот, кто-то мне действительно нравится. Вот, за долгие годы выступали так, TXL Pro, потом Егор Сесарев, кто же еще был, я уже не помню. Ну, в общем, я часто так делал раньше, до сих пор на самом деле делаю, если честно, так делаю, да. Давай, продолжим. А кто ты по знаку зодиака? По знаку зодиака я весы, но непонятно, кто-то говорит, что то дева, то весы, потому что я родился просто в переходный день, 23 сентября, у меня день рождения. Вот, и я, честно, даже в студенческие годы, просто самому было интересно понять, кто вообще я. Да, я купил однажды, где-то, не знаю, 15 там журналов всяких, и там было 50 на 50. И ты там, да? Что типа я, где-то, что я дева, а где-то, что я весы. Вот, ну чисто вот так, если даже я и там, и там чуть-чуть, да, то в принципе, на самом деле есть в этом правда, потому что я вот, я же учился на актер-режиссера, и это вот, это вот, это чисто вот дева, как бы, все, что с актерством связано и так далее. Вот, а весы, это вот другая моя часть, то есть, не знаю, поэтому не знаю, честно. Иногда, когда у меня какие-то истерики, вот тогда я дева, мне кажется. Ну, ты как, кого-то дева, они такие, педантичные, то есть, им надо, чтобы все по полочкам было, да? Да, конечно, конечно, я такой чувак вообще. Значит, иногда в магазине, там, в руке каком-нибудь стоишь. Поправил товар, да? Нет, я вот, когда вот раскладываю на ленте, у меня просто лежат такие тетрисы. По красоте, да, 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 ну и правда есть такое у меня, это действительно, это факт вообще. Я дома, я ухожу, когда я из дома, вообще даже если просто вышел до магазина, я все так заправляю кровать, там, знаете, все, короче, делаю, всякие такие штуки. Прикольно. Отличное качество девы. Для мужчин это точно. Серьезно, серьезно, у меня есть такой, короче, пунктик, пунктик. Я, во-первых, смотрите, я никогда никуда не опаздываю. Да, подтверждаем, подтверждаем. Я никогда никуда не опаздываю, и бывает, что даже из-за этого страдаю, потому что, например, зимой приезжаю куда-нибудь за полчаса, потом стою, мерзну там, вот, такое, и меня, как не знаю, ломать меня просто начинает, когда вот просто из-за кого-нибудь я опаздываю, меня просто начинает вообще трясти, блин. У меня в университете, на самом деле, научили, ну, не опаздывать. Вот, я не знаю, это девы или весы не опаздывать? Не знаю, это надо у Харламова спрашивать. Харламов любитель опаздывает. Он скажет, так, это вот эти, да. Нет, нет, вообще. Ну, а ты веришь, вот, раз ты говоришь, что смотрел, изучал, ну, всякие натальные карты, там, дизайн человека. Какие натальные карты? Это было вообще, тогда еще не было такого выражения натальные карты. Да, этот, просто, вот, мне просто интересно было. С утра Павлу Глобу. Часто просто спрашиваю, а что, кто-то там познал, дизайн человека. Я говорю, посмотрите, просто, вот, сами ради прикола, просто, вот, и вы тоже посмотрите ради прикола. 23 сентября. Ну, вот вы смотрели сегодня, кстати. Просто поищите, я говорю, вот, серьезно. Была дева. Да, нет, ну, короче, если хотите, пусть будет дева. Без проблем. Кто хочет. Мне не принципиально, если честно. Вот. Я Степан Иванович. Ну, я думаю, что зрители могут написать, что, да, нет, нет, дева, или, если пусть они на их сутках. Дискутируют. Да, да, да. Сейчас еще карты натальные выстроят. Да. Второй раз за день слушаю это слово, что-то, выражение, что это, натальная карта. Вот смотрите, вот Женя, все покажу. Женя Синяков, мой друг из Камеди, прислал вот сегодня, типа, приходи. На натальную карту. Натальная карта, смотрите. О-о-о. О. Понимаете? Да, да. Это знак. Я не шучу, как бы, да. Прикольно. Прихожусь сюда. Опять Наталья Аккарта. А то это Наталья Аккарта. Она просто Женя писала, говорит, ты есть что спросишь, чтобы точно подбить. Знаки, знаки, знаки. Мы Жека просто два года вместе тусуемся, отдыхаем на Бали. Вот. Вообще, главное, вообще, чувак вообще, на самом деле, реально. Тоже, он же с Питером. Вот наш человек, говорит, Жека Салин. Давай, давай переходить теперь к основному интервьюшечке. Я буду отвечать за какие-то вопросы, там, про денежки и так далее. Я про творчество, про музыку, да. Давай тогда вот про серьезные темы. Как сейчас вообще складывается доход артиста? Не конкретные суммы, но вот условно, что больше приносит выступления, корпоративы, мерч? Это концерты, у нас сейчас все мерч там приносят, вот сейчас все можно купить. Посмотрите, на Озоне, вот все, у нас есть свой магазин, у нас там футболки. Очень качественно, видите, супер-супер качество, супер-супер качество, плотное, очень. Попробую, видишь, какой? Прорезиненное, между прочим. А вот здесь наберите, там особое. Да, все прорезинено. Здесь тоже, видите, все, 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 грамотно. О, все, футболчка. Да, вот, у нас офигенные худи, то есть у нас футболки, худи, это вот мерч. Да, это сейчас вот, мы только просто не начали это развивать, и оказалось, что это, оказывается, это востребованная тема, поэтому ищите на Озоне, в магазин Группу Марсель, заказывайте в себе наш мерч и поддержите любимую группу, как говорится. Вот, но, конечно, основное, это концерты, то есть я не разделяю концерты и корпоративы, это не отдельные, это все концерты, по факту все концерты. Вот я вчера выступал, позавчера выступал в Four Seasons, вот, кстати, интересный момент, выступали на день рождения у девушки, значит, на 35-летие. Кстати, вот, за последний год, 10-е 35-летие, то есть это какой-то отсеч, какой срез, да, понимаете, чисто вот прямо срез, как бы, вот. И вчера, впервые в жизни нам прислали чаевые, получается, например, да, позвонила девушка Орнесто, она говорит, нам так понравилось, просто вы так офигенно, короче, выступили, мы, во-первых, хотим уже, планируем поскорее какой-нибудь даже праздник придумать, чтобы вас опять позвать, а во-вторых, мы решили, типа, с мужем хотим отправить вам бонус, и просто отправили еще денег. Круто. Кайф. Круто. Папись вверх, как бы, да, представляете? Да, да, да. Насколько там зажгли, получается. Да, вообще, круто. То есть было приятно, реально. Ну, я, на самом деле, да, вживую первый раз ваше выступление увидел на бизнес-пикнике, вот, и это как было? 8 часов мероприятий бизнесовые, и потом вот вы в лесу, на пляжу, и потом ваше выступление, и, на самом деле, я вообще все забыл, что мы там изучали, настолько круто зажгли, я такой, вау, я, на самом деле, честно скажу, я знал 3-4 песни на тот момент, ну, я такой, и слова льются, и все это вот сходу, это так круто. Четыре года подряд мы выступаем на бизнес-пикнике, вот, и у этой же организации, бизнес-квартира, мы выступаем в год примерно 3 раза, наверное. Да? Да, там же разные люди приходят, поэтому, как бы, ребята, организаторы, спасибо вам, кстати, огромное, они, мы у них на свадьбе даже пели, в принципе, как бы, мы познакомились, вот. Ну, если ты был, то ты понимаешь, о чем я говорил. Да, 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 то есть я... Наше выступление, оно, как бы, настолько, как бы, качественно, настолько, как бы, по-живому, что, что, вот, ребята из бизнес-квартиры, они такие, видимо, ну, что, зачем, зачем, зачем что-то придумать? Да, если это классно. Мы уже дружим с ними, уже, понимаешь, каждое лето мы выступаем на пикнике, а в течение года несколько раз выступаем у них на мероприятиях. Кайф. И всегда, вообще, всегда прямо супер, прямо, поэтому, вот, такие виды. Хорошо, вот, концерты, мерч. Концерты, да, в первую очередь, я сбился. В первую очередь, концерты, конечно же, ну, раз в квартал приносит все деньги прослушивания. Вот, если, давай так, мне это действительно интересно, расскажи, как это устроено, что от количества прослушиваний как-то подбивается статистика. Конечно, конечно, стриминг же, это же сервис стриминговый, вот, на всех площадках, то есть сейчас же, не покупают песни, как бы, вот, навсегда, как раньше, значит, это, конечно, можно сделать, но в основном, это люди слушают, там, на Яндекс.Музыке, на Apple Music, там, ну, и разные, на Spotify, там, и так далее, вот. И платят, там, не знаю, за прослушивание. Да. Вот. И потом, в конце квартала, компания, которая у нас занимается нашими, ну, цифровыми, в общем, продажами, они все читают, что приходит статистика и так далее, и все, это все, ну, и присылают деньги, все. Ну, да, получается, получается, вы через компанию, да, она некий посредник, который понимает, как это все делать. Да, конечно, да, мы работаем с компанией Medialand, мы давно с ними и альбомы пускаем с ними, и они занимаются продажами, ну, то есть цифровыми продажами, размещением, ну, на всяких площадках, вот, собственно говоря. И они же присылают, в принципе, деньги, мне лично Митя их привозит. Да, 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 крутой такой праздник, так, привет, Митя, да, слышишь, однажды... Везут два чемодана. Да, однажды, короче, я этот, просто, ну, представляешь, я пишу музыку, слова, аранжировки, все, короче, да, и просто однажды я пришел к ребятам, у ребят, ну, все, мы, конечно, группа, и так далее, но сегодняшнего дня, как бы, ну, как-то, ну, нечестно, я уже, я все время на студии сижу, как бы, давайте разделим уже, я буду столько-то получать, ну, но при этом, как бы, там, вы там столько-то, да, все, как бы, никакого вопроса не было, все согласились, потому что Митя сказал, что он еще хочет заниматься директорством, поэтому у нас, у нас супер мотивация, мы сами внутри, у нас ничего, ну, у нас все внутри группы, то есть нету каких-то левых людей, там, и так далее, все внутри коллектива, каждый делает свою работу, только я, только творчеством занимаюсь. Да, 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 ну, делегировал. Я себя, как бы, отделил, то есть, вообще, то есть, я вообще, иногда меня спрашивают, типа, а сколько там еще стоит, я говорю, да, фиг знает, я даже не знаю, сколько я в месяц там денег получаю, честно, я не считаю просто, то есть, вообще, я настолько, только творчеством занимаюсь, приходит, там, приходит, и все, как бы, то есть, я, правда, даже не знаю, если меня спросить, я даже не назову сумму, естественно, просто, и не потому, что я там стесняюсь, потому что я просто не знаю. Ну, ты в потоке, ты находишься в потоке, в питерском вайбе. Мне кажется, как раз это и не убивает творческий поток. Да-да-да, это правда. Если переключиться уже на финансы, то все. Да, какие-то цифры, я еще с цифрами, знаешь, все. Ну, давай, давай, я... Ой, еще раз. Вопрос мостик. Зато я могу сесть за клавиши и на ходу сочинять песню, понимаешь? Вот, например, вчера я тоже сочнил песню, просто, как очередной, просто поехал на студии на ходу просто. Поэтому я не учился нигде, не играть, ничего. Просто вот такой опыт уже, не знаю. Я даже импровизировать могу, я могу как бы... Ну, я просто знаю, что дальше применю. Куда жать? Да, куда жать, хотя нигде никогда не учился. Клавишного образования у тебя нет? Да, нету, и при этом я еще слова, сочиняю мелодии на ходу. Все как бы, понимаешь, все это... Ну, это опыт, на самом деле, опыт, правда. А вот так вот, да, это как раз вопрос мостик от денег к творчеству. Вот сейчас, как вот считается, что у тебя есть ли обязательства условно, писать одну песню в два месяца или свободно положить? Вообще, у нас же нет продюсера никого, мы же сами себе продюсеры, поэтому нет ничего обязательства. Я уже, во-первых, я уже написал столько супер-хитов. Ну, просто по факту это, может быть, кому-то нескромно покажется, но просто побываться на нашем концерте, все понятно. Когда группа начинает супер-хита, эта песня для тебя разве не супер-хит? Супер-хит. Это просто люди вот так вот, у нас же весь концерт люди вот так стоят просто, и они даже не успевают, не то что устают. Так и было, честно. Они не успевают даже отвлечься, потому что, как только, как бы, вроде... Хит за хитом. Да, хит за хитом. Это тус. Нет, это еще не тус. Да, да, да. И я же так часто говорю о том, что вот ближе к концу, как бы, концерта, я говорю, ну сейчас, а теперь будет вообще. И просто последний, там, сколько бы, туда, где, и в финале не отдам, и в конце Драман Бэйсик, все. Вот. И это, как бы, не то, что, ну, по сути, я вообще уже не могу ничего не писать. Да. У меня реально есть такой пул песен, который просто, как, знаешь, как кости кидаешь, меняешь местами. Вечно зеленый. Да, как бы, да. Ну, по факту, так и есть. Потому что работаю я вживую всегда, мы все работаем вживую. Вообще, я не просто, как бы, там, ремесленник. Я от этого действительно кайфую, как бы, получаю удовольствие. Слава богу, что до сих пор получаю удовольствие от этого. Реально, как бы, ну, мне, как бы, кайф. Я на сцене чувствую себя человеком настоящим, на самом-то деле. Даже, как будто, я не говорю, что я даже красивее становлюсь, как будто. Ну, я, знаешь, как, опять же, вот, когда подкаст смотрел, мне понравилось, что ты не просто песню какую-то вспомнил, а такой, ты сразу же напел ее, то есть включаешься в магнитальное. Это прикольно. Есть такое, есть, да. Кстати, вопрос. Я знаю, что многие музыканты, которые хотят и работают вживую, а отказываются от некоторых площадок, которые диктуют другие условия. У вас так же или нет? Да мы можем вообще хоть в подвале сыграть, но... Нет, в плане того, что если, допустим, ну, какое-то телевизионное, там, шоу или концерт... Ты про фонограмму? И, во-первых, сейчас, сейчас, ну, мы застали тот период, когда вот мы начинали в 10-м году, вот, застали, когда еще МТВ было, там, на Муз-ТВ всякие партийные зоны, там, начальные всякие студийные съемки. Там реально пытались нам, у нас только фонограмму, только фонограмму. Но, слава богу, это как-то быстро закончилось, в том числе, благодаря, как бы, отчасти нам, там, например, елки. Потому что мы приходили, например, на Big Love Show, там, в Олимпийский приезжали, вот. И нам пытаются сказать, только под фонограмму, потом съемку. А мы такие, нет, мы не будем. У нас был наш влиятельный продюсер, Женя Финкерстейн, и он, как бы, мог, как бы, надавить, сказать, типа, свое, как бы, что-то, вот. И так, потихонечку, помаленечку, смотрю, сначала мы такие, ну, видимо, весь концерт смотрю, только мы. Ну, там были действительно проблемы, знаете, какие были? Вот ты играешь, все отстроили вроде, да? А в эфир смотришь, например, саксофон, они вообще не слышно. Да-да-да. Представляешь? Поэтому мы часто стали там саксофон прописывать на какие-то мероприятия, на такие вот, на большие съемки. Ну, потому что, действительно, такая проблема была. Но, слава богу, сейчас уже, на самом деле, уже перешли на другой уровень. И сейчас, на самом деле, они тоже... Сами они, организаторы, начали понимать. Да, ну, это круто, круто, потому что, вот, например, я снимаюсь, ну-ка, все вместе. У нас же все в живую. Все поют в живую, как бы, у нас нет такого вообще, в том же голосе тоже поют в живую. Все это круто, это классно, это здорово вообще, то есть, ну, потому что живая энергия, она совершенно другая. Это же, ну, другой прикол вообще. Это не то, что там, знаешь, кто там открывает. Я знаю, что, например, у Матвиенко артисты все под фонограммом поют. Потому что, это чисто, это его как бы прикол. Я даже интервью у него кое-то смотрел, он говорит, ну, не мои только под фанеру поют. Типа... Обязаловка. Ну, типа, обязаловка. Он сам их, то есть, не площадка, а продюсер как бы их обязывает, понимаете, петь под фанеру. Может, они сами хотели бы петь в живую, вот. Поэтому, ну, не знаю, это классно, что сейчас такое время, что... Раньше тоже можно было делать, я не понимал, что он в два шнура не подходит к культу. Ну, да. Все, просто, как же концерты же проходят, это же 95-й год. Да. Ну, по факту, понимаете? Да, да, да. Вот. Так что, так вот. Ну, да. Ну, в общем, получился вот такой скачок. Говорите, не стоит прогибаться под изменчивыми. Вот, видите, не остановите его. Только дай какой-нибудь повод спеть. Хорошо. Давай тогда поговорим еще про съемки клипов. Вот я тоже помню, что вы рассказывали про разные суммы там и так далее. Какой вот, какой из клипов был самым дорогим или авантюрным, что вы вот решились вот то сделать? Самый, самый дорогой клип, ну, наверное, улетим за моря, наверное. Что там было? На что потратить? И он авантюрный, действительно классный. Во-первых, мы с Митей решили исполнить свою мечту, это чисто пацанскую, поехать в путешествие. Просто так, мы поехали в Минеральные воды, туда на дорогу Джилы Су, значит, с командой из Екатеринбурга, с классной вообще командой, съемочной. Там с нами был мальчик-актер, собака-актер. Вот. Это было при Эльбрусе, это невероятно красивые места просто вообще. Потом есть такое, как же оно называлось-то, плато, кстати, забыл, как оно называется. Ехать туда, ехать 3-4 часа просто по горам, Бермамут называется, плато, Бермамут, это вообще, это просто космос. Посмотрите, даже на клип, улетим за моря, Марсель. Мы улетим далеко, словно птицы, мы улетим далеко за моря, чтобы заново родиться, чтобы заново родиться. То есть смотришь, и это какие-то вообще нереальные места, на самом деле, действительно смотришь вот так вот. Я недавно с этим снимал фильм «Бременские музыканты», вот, и там тоже, там, в этом месте они, видимо, снимали знакомые места, потому что там, как Гранд Каньон, понимаете? Да, да. То есть только это в России. Да. Да, потом ты едешь, вот эта вот дорога Джил Ису, как-то даже помню, значит, самый известный блогер Интервьюр, вот, значит, как-то он, не помню, в общем, у кого брал интервью, и он там прямо так и сказал, говорит, самая красивая дорога вообще в мире, возможно, называется «Дорога Джил Ису». Она ведет от, короче, от, ну, недалеко от, господи, минеральных вод, и она ведет туда, к самым дальним аулам. Ага. Идеальная дорога, идеальная дорога, просто, ровнейшая дорога, но там зимой даже она не работает, потому что она ведет по таким горам, вот, смотрите, в этом, понимаете, это такая красота, я вот, серьезно, я вот ехал, там, едешь по ней, просто вот так вот смотришь по кругу, понимаешь, блин, ничего себе. В общем, вы тратились не на клип, а на свои впечатления. В такой красивой просто стране живем, ну, то есть, как в кино, понимаете, там еще Эльбрус такой стоит вдали, ну, вообще-то какое-то, ну, что-то сказочное, мы там уже в клипе еще, на новиком микроавтобусе, там, в Volkswagen, знаете, такого, кстати, вообще, ну, просто, ну, чистый, ну, чистый мед. Вот, вот, и мы поехали туда, мы там три дня, по-моему, жили, короче, сняли какой-то коттедж, всю команду там оплачивали, все, но это было, реально, это было авантюрно, но это было так душевно, и клип такой душевный получился, вообще, это правда, очень дорогой, правда. И клип, и желание все в одном плакан совместили, кайфанули. Я так, понимаете, я эти съемки вообще никогда не забуду, потому что, хотите, историю смешную про эти съемки. Значит, там, чтобы доехать до вот этого плато Бермамут, там нужны такие специальные машины, то есть, не просто, как бы, микроавтобусы, а на огромных таких колесах, короче, да, вот, и там было у нас, мы, по-моему, две арендовали, три, по-моему, что-то такое, вот, и я, когда ходил, смотрел, смотрю, у всех там навигаторы такие, стоят, вот, и когда сел к нашему водителю, я, короче, в общем, в первую секунду, я говорю, а где у вас, говорю, навигатор, он говорит, да, я знаю, горы, как свои пять пальцев, он сказал, потом мы ехали туда добрались, поснимали, значит, возвращаемся обратно, уже ночь, а, понимаете, это горы, это плато гигантское, а там все, тьма, ничего не видно, полная тьма, и в какой-то момент, я понимаю, что мы едем куда-то под гору, я ему говорю, а вы точно, у меня, как бы, чувство, я понимаю, что мы куда-то не туда едем, он говорит, да, все нормально, нормально, и в какой-то момент, может, эта машина уже так стоит, он говорит, блин, по ходу дела, мы заблудились, и включает свет вот этот, включает, и знаете, что я вижу, что у него четыре пальца, так, что он вначале сказал, я знаю эти дороги, как все пять пальцев, а, все, да, 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 вот эта отсылка крутая, прикиньте, нет, ну и не приедем, и не приедем, он говорит, ой, ну да, он долго отказывался, что типа, да не, все нормально, едем туда, потом уже, так машина стоит уже, представляете, ой, и пальцев не пять, и он, клянусь вам, он включает так свет, и я вижу, что у него мизинца просто нету, и навигатора у него тоже, соответственно, нету, да, 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 понимаете, это расплата за предыдущую такую поездку, видимо, просто вообще, хорошо, у тебя про творчество есть, если что-то, погнали. Да, давай поговорим немножко о том, вообще, как начать, как стрельнуть начинающему артисту, я знаю, что у вас путь был достаточно долгий, до первого выхода альбома, до того, как вы на «Я талант» попали, и все это вот закрутилось, семь лет, да, выпускали первый альбом? Ну, да, просто мы, у нас же был первый наш продюсер Сергей Жуков, вот, мы выиграли конкурс всероссийский, назывался «Ланжи и музыкой», и там был призом продюсирование Сергея Жукова и запись альбома. Мы начали его писать, вот, просто, на самом деле, раньше же сложно было, как бы, ну, дорого и сложно было, это сейчас можно карту купить, там, с микрофоном за 14 тысяч рублей, в целом можно дома вполне, как бы, качественно записаться на самом-то деле. В шкафу, в шкафу. Да, тогда просто, тогда просто, действительно, не было, не было это развито, вот, и, а так как мы еще живая группа, барабанщик, басист, саксофонист, вот, собственно говоря, чтобы качественно записаться, достаточно много денег нужно было, еще нужно было такую-то студию нормальную найти, в которой все бы звучало так, как мы хотим, вот. это фраза, потому что, типа, первый альбом 7 лет писали, на самом деле, мы в итоге записали-то его быстро очень, вот, просто, когда появилась возможность, сразу же его записали, собственно говоря. Вчера, кстати, представьте, что, спросили, а я вчера был у нас на студии, и я очень давно его не слушал, альбом «Громче и ближе», я его реально очень давно не слушал, но вчера я был у девчонки-музыканта, Ани Булгаковой, которая, кстати, правнучка Булгакова, она, наверное, галерина записывается, девчонка, классный музыкант, вот, и что-то мы разговаривали, и открыли, в общем, первый альбом, там, по-моему, 15, что ли, песен, и там буквально каждая песня, супер-хит, как бы, по-моему, платиновый, что ли, этот альбом, вот, и я прям слушал, я вот очень давно не слушал, классный альбом, вообще. Рекомендую, да, да, и записан он был, как раз, вот, уже с Женей Финкерстейном, и саунд-продюсером этого альбома был, Олег Баранов, это, на тот момент, тогда еще, на тот момент будущий продюсер Айова, вот, собственно говоря, благодаря Олегу, как и у нас, так и у Айова появилось, появилось то, чего у нас не хватало нам самого главного, то есть, песни мы сами пишем, музыку сами пишем, а нам не хватало, по сути, как бы, именно хорошего звучания, и вот, Олег Баранов на нас потренировался, ну, успешно потренировался, будем так, вот, потом стал продюсером Айова, и вот, в принципе, Айову, он дал то же самое, как бы, по факту, самое главное, это звучание, звучание, потому что, Олег, крутой, вообще, звукорежиссер, аранжировщик, гитарист, музыкант, ну, песню же все знают, «Медведица», он, вот, это он, автор этой аранжировки, и вообще, она, эта песня записалась в Питере, там есть момент, помни, такой момент, там есть, в этой песне, вот, это вот на Посадской было записано, это просто шерпад заживало, это гитарист, он гим, по-моему, если не ошибаюсь, гитарист, Моми Троль, он говорит, «Иди в клуб, заходи, просто какую-нибудь чушь, говорит, неси», он говорит, «Что?», потому что он тогда, с первым в дубле, так это и осталось, с этой песней, прикольно, вот, вот такие вот дела, он же еще был, в свое время, как бы, первым в составе группы, «Сегодня ночью», клип, то есть, «Кофе и сигареты», песня, если не забываешь, «Кофе и сигареты», вот там, Олег, в носках, с флагом, Британии, да, он такой молодой, он же играл в группе, в группе, когда молодой был, играл в группе, «Санкт-Петербург», по-моему, она называлась, я не ошибаюсь, не знаю, «Санкт-Петербург», это группу, «Город» знаю, такая группа, короче, была, вот, как же у них песня-то была, знаешь, Киселев же, Киселев, продюсер Киселев, из Питера, который, я здесь, папа Юркиса, папа Юркиса, все, это, да, руководитель, русская медиагруппа, да, вот он же был, у него же группа была, он же был музыкантом, барабанщиком, вот, и в этой группе же, молодой еще, Олег, «Ахтелиноволосы» играл, вот как, вот как все переплетается, он был, впечатлен был барабанщиком «Землян», «Землянин», все, да, это вспомнил, да, да, я потом стал продюсером, у него была группа, просто ради прикола, Загурина, называлась группа «Санкт-Петербург», вот, одну из песен этой группы, «Лепс» до сих пор поет, классную песню, такая она сделана в стиле «Шоу Мозгу Он», «Выпы Квин», вот, ну, смотри, вот начинающему артисту, где искать таких Олегов, Олег сейчас тоже там, звезда, и не всем, может быть, три совета, с чего поэтапно пойти? Пытайтесь везде, куда вас, я выступал, везде, везде выступал, куда бы ни звали, еще и без группы, как с рэперами, там, у меня, знаешь, песня с рэперами, вообще, в том числе, легендарные песни, очень много, куча, просто я везде, 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 я никогда не говорил, нет, я говорю, да, 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 хочешь, расскажу прям, пример тоже, что там, ну, поставь, я даже сюда пришел, потому что не могу говорить, нет, все, все, какой она, хитрец, или мы, я не знала, что не можешь говорить, нет, знаешь, как, вот, я только переехал в Питер, был ведущим на радио, и я такой, ну, а потому что давно, да, и начну звать гостей, я пишу блогеру, там, фитнес-блогеру, говорю, привет, так и так, говорю, хочешь, запишем интервью, мне, ну, интерес про фитнес, про здоровье, про вот это все, вот, он говорит, да, конечно, у него уже было 1200 подписчиков, ну, то есть, тогда это было, сейчас миллион, никому не уйдешь, тогда 200 было много, и потом, буквально, через неделю, я вторую девушку пишу, у нее 1025 было, я говорю, так, так, давай, ну, хочешь, запишем, вот это все, 50 тысяч рублей, вот, и сейчас этот блогер, у него там контракты, путешествия и так далее, эту девочку вообще никто не знает, где она, что она, почему, потому что он видел вот эти возможности, приходил, да, где-то он понимал, что кто-то там меньше еще что-то, но вот шел, то есть, была вот эта отдача, дело же вообще, вот, например, тоже, мы же никогда, никогда абсолютно не занимались, конкретно, наша группа, для того, чтобы заработать денег, они в какой-то момент просто сами, пошли, как следствие, да, как следствие, реально, понимаете, если бы, часто бы, господ, заговорил, если бы, если бы, мастер-классики, бывают, не ищите, не гонитесь за рублем, как бы, не гонитесь за деньгами, делайте, занимайтесь творчеством, кому-нибудь нужно, оно будет кому-нибудь нужно, поверьте, если оно не будет нужно, то, ну, зачем, во-первых, некоторые друзья, говорят, Степыч, может на свадьбе, например, выступить, сколько стоит, я говорю, зачем мне с друзей брать деньги, вот, серьезно, я приеду с товарищем, спою, вообще, пожру, там, бесплатно, хилкали, если я, смотри, и бульон, да, ну, правда, мы для еще спрашиваем, например, мне нет смысла, там, какую-то маленькую денежку брать, проще приехать, бесплатно выставить, ну, зачем, ну, зачем, как бы, ну, я на следующем заработаю, в этом, как бы, нет проблем, понимаешь, но я, но я точно, я просто верю в карму, вот, никогда ничего не ждешь, никогда, главное, правило, ничего не ждать, ну, сделал еще, не такой, типа, так, все просто, вообще, просто, оттушил, опять, почему я здесь сегодня, собственно говоря, вот, это, просто, ну, если есть время, почему бы нет, ну, помог там, и все, и все, и все забиваешь, потом, это все даже, когда-нибудь возвращается, в какой-то другой форме, возможно, там, просто, круто, у меня такое, часто, просто, в жизни бывает, что, потом, совершенно неожиданно, просто, что-то как случается, и совершенно неожиданно, приходит вовремя, с какой-то другой стороны, не ожидал, которого вообще, вообще не ожидал, просто, ничего себе, думаешь, офигеть, вот это, да, то есть, я до сих пор этому удивляюсь, это, это, знаешь, как, ну, я, во-первых, первое заметил, что, действительно, ты, в хорошем смысле, не можешь не петь, что, тебе вот это сидит, и ты такой, вот, творческое начало, оно первичное, а уже, вот, это деньги, там, может быть, даже и слава, и так далее, просто догоняет, то есть, ты не можешь сидеть, не, 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 играя, не, да, причем, смотри, прикол, что, я, как бы, не, до сих пор, не чувствую, то есть, не чувствую себя, там, какой-то звездой, но, как только я, куда-нибудь выхожу, просто, я говорю, что недавно был на вечеринке, вот, я просто пришел гостем, осталось что-то, там выступала звезда, да, но, когда я этого зашел, вообще, люди, вообще было, просто пофиг, я, не знаю, тысячу раз на раз фоткался, я даже не знаю, я уже в какой-то момент сбился, я уже отдохнуть пришел, а в итоге просто хожу и просто фоткаюсь, понимаешь, или людей, или людей реально, то есть, они, ну, не просто, то есть, не просто, понимаешь, не просто там видят во мне, что, известные артисты, люди прямо, прямо они, вот, люди прямо офигевают, понимаешь, а я не чувствую этого, понимаете, что прикол, то есть, ну, я просто не чувствую этого, мне кажется, ты как раз, у тебя фильтры вообще другие просто, то есть, ты душевный человек, вот, это факт, я просто не зациклюсь на этом, знаешь, вот, серьезно, на Бали приехал, я там чувствовал себя Виктор Цоем, клянусь вам, я вот так вот хожу, просто люди, блин, Степан, столько теплых слов там, услышал вообще, ну, это какой-то, знаешь, дополнительный вид отдыха, конечно, понимаешь, ты просто ходишь, ходишь, вообще, кстати, вот, после съемок клипа, предупреждение гордость, я когда приехал на премиум СТВ, это был самый, после этой песни, столько респектов от коллег, я никогда в жизни не получал, это был просто какой-то шквал, на самом деле, это, это, а что, ну, вот так вот, если честно, да, все равно, вот это признание от коллег, оно важно, ну, это приятно, это приятно, это поднимает, как бы, самооценку, ты начинаешь чувствовать себя более уверенно, как бы, понимаете, когда, не знаю, это просто правда, это не то, что мне это, как бы, нужно, но тогда я действительно получил такое, как бы, количество, респекта, ну, просто подходит суперзвезда, к тебе, который ты с детства, по телевизору видел, говорит, блин, Степан, там, это просто, что там, нечто, и ты такой, вау, классно, это приятно, круто, это очень стимулирует, мне кажется, чем более под убеждением гордость, это был первый наш клип без продюсера, первая песня и клип без продюсера, которую мы сами сделали, как бы, что вы самодостаточный артистер. Потому что, как правило, когда группа уходит от продюсеров, как правило, они такие все, ну, как, знаешь, вот, мы такие крутые, сейчас мы дальше будем сами, там, и так далее, зачем нам продюсеры, все уходят, а потом проходит какой-то период, и все, все уже никто не помнит, и они там, где-нибудь там, распеваются, в темных подвалах. А у вас было какое ощущение, когда вы ушли? Да, мы же, мы же, приятно, составлялись с Женей, полюбовно, как бы, обязательства выполнили, даже больше, как бы, что он у нас потратил, он слегка изработал, как бы, больше намного, вот, плюс, быть продюсером, вообще, крутой группы, это тоже отдельный, думаю, вид кайфа. Конечно, конечно, он тоже где-то, это всегда вспоминает, вспоминает наверняка, потому что, это же круто, что вы этот путь прошли совместно. Конечно, конечно, дозначно, дозначно, вот, что опять какой-то ушли бы куда-то. Не, не, все, все круто. А у меня здесь написано, что какие у тебя есть упражнения для распевки, но мне нужно, хочется, чтобы Таня это спросила. Да, да, у меня часто, вообще, есть часто суждения разные, все по-разному говорят. не распеваюсь. Вот, это первый вопрос. Нет, распеваюсь. распеваюсь. Это уже третий стакан. Спиваюсь. Ты не как не разгребаешь, и сидишься в голову. Самое главное правило, хотя бы за два часа до концерта проснуться. Все слышали. Правда, это правда. То есть, ну, потому что за час уже потом не успевает связки, как бы, войти в клею. Да, просто проснуться, в буквальном смысле не успевает проснуться, как бы. Вот, это самое, ну, что еще? То есть, ты никак не следишь за своим голосом, чтобы он был там в тонусе, там, всякие орешки, вот эта вся история, все это в топку. Вообще, я вообще никогда, реально клюнусь, никогда вообще не распеваюсь. Вообще, это настолько бывает редко, когда вот, например, не знаю, десятый концерт, там, подряд, и там уже чувствуешь, что, ну, подсаживается. Ну, да, подсаживается. Тогда можно подраспеться, и то, по низам, пускай, по низам, там, какие-то классические, просто мы включаем телефон, включаем гараж бэнт, в гримерке, Илюха начинает играть, даже не знаю, как это называется, как это называется, гамма. Я готов. Ну, это настолько редко, клянусь, это настолько редко, как бы... Но это потому, что у тебя уже такая практически каждодневная практика работы с голосом. Я же еще в студии работаю, сам дома всегда записываю. То есть я постоянно как бы пою. У тебя голос все время в тонусе, все время в тренировке. А люди, например, начинающие совсем, молодые певцы, или даже они для себя, для творчества делают какое-то. Как ты думаешь, им все-таки нужно распеваться, разогреваться, делать упражнения? Вообще, как им стартовать в вокальной составляющей? Вот я думаю просто, как это? У меня и у моей дочки такая тема, что это природная. У нас с дочкой очень такой тембр классный. И по факту ничего не нужно делать для того, чтобы хорошо петь. Реально, чтобы просто хорошо петь. Ничего, я ничего для этого никогда не делал. Я же не учился в музыкалке, нигде не учился. Я учился вообще на актер, на режиссер, понимаете? Петь начал, потому что просто по кайфу было, и все. Никакого не было ни образования музыкального. И на инструментах начал играть. Просто потому что очень хотелось, просто... Как эти гады, что-то нажимают, и музыка идет, да? Просто в кайфе, знаешь, как голодному человеку хочется есть. Мне так хотелось просто научиться на гитаре играть, там, научиться... Я на всех инструментах по чуть-чуть умею играть, понимаешь? То есть умею играть на всех инструментах для того, чтобы можно было сочинить песню. Да. Все, как бы... Для этого у меня есть клавишник, саксофонисты... А ноты, ты умеешь считать ноты? Ну вот, когда пишешь... Нет, вот я тоже, я тоже. Да, вот представляешь. Я так хочу... Я умею их петь и сочинять. А вот ты сказал, что у дочки, у тебя природные, как будто, да, есть данные. А как ты относишься к людям, которые идут в музыку, но у кого природных данных, так сказать, нет изначально? Автотюнную специальность. Изначально нет. Я понял. Скажи, да, можем ли мы намекнуть, не называя, да? Да, да. Вот это... И что это, я хотел сказать? Посмеялись, конечно, хорошо. Да, я даже не знаю, представляешь, вот ты... Надо им идти или не надо идти в эту профессию и вообще заниматься музыкой? Полезно всем. Вообще заниматься творчеством, это очень полезная штука. Знаете почему? Потому что творчество, оно как бы... Во-первых, расширяет твое сознание, расширяет твой кругозор. Оно как бы включает в себя много всего, понимаете? Это не что-то одно. Творчество, это одновременно про много всяких вот именно... Как сказать-то? То есть, занимаясь творчеством, ты становишься умнее, становишься как бы ярче. Просто даже внутри себя начинаешь по-другому чувствовать на самом деле. Творчество что, разное же бывает? Не только же вокал, понимаете? Вот. У тебя вообще даже мозг начинает по-другому работать. Это как называется эти... Как это сейчас говорят? Нейронная связь? Да, нейронная связь. Да, конечно. Расширяется нейронная связь, то есть, начинает работать все, понимаете? И ты начинаешь даже чувствовать себя по-другому, мне кажется. Увереннее в себе там и так далее. Знаешь, как у меня вот получается, что вот тут гитара висит, да? У меня есть какая-то задача, она вот не решается вот в моменте. Я такое вместо того, что вот... Ты гитару берешь? Да, я ухожу 10 минут, 15 минут, ну сколько... Там у него за кадром нахрен разбитая гитара лежит просто. Да, ну... Зато он, посмотрите, какой спокойный. Она, знаешь, заклеенная вся уже такая. Да, да, да. Ну, это позволяет, действительно. Заклеенные наклейками, знаете, вот такие наклейки раньше были там женщины. Это как бы облизываешь, и одежда исчезает. Вот это у него вся гитара в таких... Зализано, да? Да. В какой-то момент... Вообще, раньше он был зеленоволосым. Ну, просто... Почему гитара? Потому что уже все волосы выдернули. Как бы зато... Какой спокойный человек, вообще. Чисто этот... Он сейчас даже не на стуле сидит. Он парит после локаса. Плаза полтора называется, да? Да, да, да. Когда неполный присед... Чисто армейские поймут шутку. Короче, что, упражнений для распевки нет. Музыкального образования нет. Что мы уже... Резюмируем. По гаммам умеют распеваться. Ну, давай тогда про семью. Что у тебя, получается, сейчас двое детей. Правильно? А вот дочь поет. А что еще? Что, какие увлечения? Сейчас дочь уже не поет. Посмотрите, вот человек, которому все так легко дается. Вот она, конечно, ходила в территорию Кати заниматься туда. На вокал ходила. Но она приходит туда. Вот что ей там научат? Она, если может, просто взять, вот просто без репетиции, спеть Айову какую-нибудь песню. Или там какой-нибудь просто... Сколько раз такое было? Просто вообще без репетиции, без всего. Она занималась преподавательницей вокалом по интернету и так далее. Сходила в территории, занималась. Вот. А потом мне просто стало скучно, потому что... Ну, если у тебя все получается вот так вот. Чего? Зачем тебе? Ну, чисто интуитивно. Ты думаешь, блин. А на сколько раз было такое? Она ездила в этот лагерь в Нордик. Мы ее подправляли. И там у них какой-нибудь караоке день. А ей говорят, ну спой там такую-то песню. Она дядь, дайте мне... У нее еще мелодическая память вообще офигенная. Она говорит, дайте сейчас послушаю наушники. Даю там какую-нибудь дьянку послушать. Такая... Все, погнали. Включайте. Класс. И все, первое место. Понимаете? Да. И смысл. Ну, смотри, а давай так. Я как вот отец тоже, у меня тогда вопрос. А что ее будет тогда стимулировать? Я рассказываю, что она сейчас занимается... У нее сейчас самое любимое. Это она рисует. Она рисует именно цифровую графику и так далее. Постоянно рисует. Просто постоянно присылает им всякие крутые картинки. Вообще просто суперобъемные. Ей 11 лет она рисует. Вообще как, не знаю, как человек, который закончил университет на дизайн. Понимаете? Да. То есть она уже с девяти лет занимается этим, увлекается. И Даня, кстати, тоже. Они оба занимаются именно... Рисованием. Да, рисованием именно цифровым. Вот. Даня еще увлекается граффити, но Адриана вот на iPad все это вот рисует. Вообще уже такой левел у нее просто... Круто. Как у профессионала. Я сейчас заметила, сейчас у меня много кто из родителей приходит и рассказывает, что как раз вот этот возраст они очень много рисуют. И их это увлекает очень сильно. И они круто рисуют. Она еще обожает кей-поп и все это, аниме там и так далее. Вот. Но у нее круто, что она персонажей, понимаете, придумывает. Таких я нигде не видел таких. То есть это что-то оригинальное. Это не откуда-то копипаста какая-то. Ну да, да. Она вообще рисует, у меня дома висит картина ее, нарисованная мелками. Вообще, ты просто смотришь, это искусство, понимаете. Это не просто что-то такое, знаешь, не просто как каляка-маляка какая-то. Смотришь, блин, ну это искусство. Я вот человек, увлеченный искусством, я точно понимаю, что вот это, блин, это круто. Это просто круто. Это в этом есть какой-то свой стиль, свой почерк какой-то есть. Есть вообще душа такая, знаешь. Самое крутое, ты на самом деле в простоте. То есть когда ты можешь за счет там нескольких каких-то движений, линий сделать. Донести смысл какие-то глубокие. Там у нее картина у меня лежит, где девочка такая плачет. Вообще, просто это с такими голубыми глазами, нарисованные мелками. Вообще, ну это просто как живая, понимаете. Крутое. Офигеть вообще. Я все время смотрю, она у меня на кухне лежит. Я все время смотрю, думаю, блин, дочь, ну вообще. У меня, знаете, как фотография, значит, моя с дочкой, ее картина. А справа, этот, пластинка Адриана Челентана. Я прикалываюсь. Адриана Челентана, Адриана Степана. Да-да-да. Алтарь такой. Да-да-да. И книга Короля Шута. Ну, добавил, добавил, да. И где-то, и где-то спрятана кассета Продиджи еще. Да-да. Такая чуть-чуть, чуть-чуть выглядывает. То есть ты, какое ей будущее вообще пророчишь? Да, я сделаю все, чтобы она была счастлива вообще. Что она захочет, пусть она выбирает сама. Вот. Сейчас она переезжает в Москву к маме. Вот. Там пусть что-то развивается. Скучать по ней буду. Ездить в Москву буду чаще. Я и так в Москве часто бываю. Чушь. На съемке, ну, по всей в месяц это езжу. По два раза в год, по месяцу. Поэтому, да, в принципе, в Москве часто бываю. Просто надо как-то новую жизнь начинать. И Катя, Катюха сейчас устроилась. Она теперь работает руководителем направления нового Сберзвуки. Называется Сберзвук-дети. Вот так вот. А что за направление такое? Ну, Сберзвук, если я правильно помню, это лицензионная музыка во всяких заведениях. Вообще Сберзвук это просто как платформа, как iTunes. А, вот, конечно. А, вот так. Вот. И вот она переехала, где-то уже получается, два с половиной месяца назад в Москву. А дети сейчас со мной живут. В Питре. Ближе к этому они тоже переедут в Москву тоже. И там думаю, что тоже у Катюхи новые какие-то возможности появятся. И вообще, так как Адриана занимается вокалом, я думаю, что как-то все равно. Ну, это останется частью ее жизни. Ну, да. В Москве-то больше просто возможностей. В принципе, как бы, я даже отчасти раз, что Алиша переезжает. Потому что Москва все-таки, ну, действительно, там больше возможностей. Это просто факт. Да. Вот. Поэтому только я буду помогать. Я всегда буду делать все для того, чтобы она была вообще счастливой. Главное, чтобы она сама чувствовала. Ну, не что-то ты ей дорогу навязал, да, или Кате. Да, не просто, чтобы она, как бы, ну, да, ты прав, я об этом, да. Потому что, ну, внутреннее какое-то спокойствие, да, вот, как бы, когда ты, потому что, например, у меня изначально родители хотели, чтобы я поступил в Москву на юриста, что ли. Да, да. Представляешь, представишь, заседание суда. И юрист, который поет такой. А я сейчас. Ну, я же там был бы, ну, неестественно, там чувствовал себя, понимаете. А где переломный момент случился, почему пошел? Появилась первая группа, которая называлась «Дядя Степа», вот, в девятом классе. И, представляете, опять же, вчера вот мы на студии были, слушали эту песню, первую песню, она стихи Тютчева, называлась «На сердце на кладке». Ух ты. Вот, там были такие. Везде она лежала в забытии, и всю ее учет тени покрывали, люлил теплый летний дождь ее струи, по листьям весело звучали. Любила ты, и так, как ты любить, нет, никому еще не удавалось. О, Господи, и это пережить, и сердце на клочки не разорвалось. Ту-ду-ду-ду-ду. Да. Это, естественно, группа кино. Да, так, 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 таки, ты правильно говоришь? Да? Так, в таком стиле она была сделана. Ух ты. У меня еще голос такой высокий тогда, ну, такой был. Вообще такой звонкий. И эта песня у нас на Рейнмаре, в маленьком городе, 20 тысяч человек, она встала, встала, это моя первая песня на радио, которая звучала. Да? Круто. Она звучала по радио. Значит, я просто иду по городу нашему маленькому, из тачек звучит моя песня просто. Вот, представляете, мне 10-классник это было просто на самом что-то. И газета местная. Вот она, отправная точка. Да, и местная газета, Нарьяна Виндер. Взяли интервью, значит, и в этом интервью, значит, мне задали вопрос, куда вы хотите поступать? Я сказал, что сам Петербург хочу унести культуру и искусство. И мне батя в эту газету вышел, и батя говорит, ну, раз ты написал на весь округ, тогда и поступай туда. Ты че не сам? Ты сказал, сделал. Да, потому что папа, у меня известный человек в округе, у нас известный политик и общественный деятель, вообще самый честный, мне кажется, политик вообще за всю историю нашего округа, 100%. У него настолько его, настолько он авторитетный, что каждый новый губернатор, когда приезжает, приезжает к нему поздороваться, а батя у меня опять свой запорожец протирает, там стоит, приезжает, там Мерседес, знаете. Я вам серьезно говорю, потому что он действительно, во-первых, папа, это же ненецкий округ, а папа один из самых ярких представителей ненецкого народа, который действительно имеет, потому что у него, как это называть, такая чистая репутация, вообще, правда, это действительно, как бы он никогда не, когда его коллеги там на Геленвагенах ездили. То есть это сложно сохранить, вот так вот скажем. Я научил в детстве, самое главное, сказал, если хочешь быть, как бы, вообще, как в броне, просто следи за своей репутацией, как бы, леги честь, как говорится, с молодой, тогда никто никогда не сможет тебе ничего сделать, вообще. Это отличный совет просто, да? Да, правда. Я, как бы, придерживаюсь этого совета по-прежнему до сих пор, как бы, посмотрите, вы не найдете ни одного скандала группы Марселя, никогда вы вообще, никогда ничего не случалось, и даже если случалось, никто об этом не узнает, потому что, потому что это, может быть, дед на кухне там, понимаете, что-то такое, как бы, да, среди таких знакомых, а так, не, никогда, мы никогда, только онли-музыка. Как ты считаешь, сейчас некоторые артисты все равно используют вот такие уловки с хайпом, со скандалом, и это отчасти приносит, да, результат? Ну, приносит, да, конечно. Ну, если я правильно тоже понимаю, что ты такой, как бы, временный. Да, это, во-первых, это не мое естество, вообще, абсолютно. То есть, понимаете, что-то надуманная какая-то тема. То есть, подраться с кем-то, не заставишь тебя, да, просто так. Я говорю, бутылочка виски и беспокойство. Да. И вы-то думаете, что мы-то разгоняемся. Да, да, да. Драка будет чуть позже. Что-то не нравится? Ты зачем гитару бежаешь? Вот ему не 7 струн, да, не 6 струн, поясни и погнал. Ну да, то есть, ты как раз возвращаешься к тому, что чистое вот это творчество, оно так или иначе тебя все равно вынесет на волну. Группе Марсель, вот смотрите, 20 лет в следующем году исполняется. Представляете? Да. Ни скандалов, ничего. Понимаете? Ничего такого. Просто, если вам говорят, что вот, мне просто иногда люди бесит, когда так говорят, потом их, правда, никто уже не видит больше. Когда говорят, Степа, вам не хватает скандалов, там, знаешь... Говорят, говорят так люди. Как такое можно говорить мне, если группе 20 лет? Я же жив, здоров. Да, да. Концерты есть. Огромные концерты. У меня концерты вообще вот так вот. Понимаете? В чем прикол? Вырастил двух детей. Вообще не было ни одного периода, кроме карантина, когда группа Марсель не выступала. Вот за все эти 20 лет никогда не было. Мы все время выступаем. У нас вообще... Мы всегда выпускаем альбомы, пишем песни. Я все время на студии. Как бы, ну, я живу этим вообще, то есть, ну, без всего. Можно так? Можно. Вот парень из острова Колгуева, из оленеводческого поселка, просто из семи оленеводов, вот он сидит здесь почти что в 20-летии своей группы и дает свое миллиардное интервью, грубо говоря, понимаете? И только музыка совершенно. Я нигде больше не работаю. Вот. Поэтому... Что еще может быть? Какой вот... Я живой пример, как бы, как это называется-то этого... Как это... Self-made, знаешь? Да, да, да. Вот живой пример реально вообще. То есть... По кирпичикам все. С острова Колгуева, понимаете? В серном, в ледовитом океане. Да. Вообще просто... Некоторые на карте не найдут. Да. Как бы, ну, это... Что еще может быть? Кому-то нужно истории придумывать. Мне даже не нужно придумать, как бы, историю. Знаете? Легенды. Ну да. Был сложное детство. Да, да, да. Кое-как добрался до Питера. Пешком. Да, да. Там не приняли. На юриста не приняли. Вынужден был... Ну, накидываем, да, историю. Да, да. Ну, то есть... Вообще возможно все, в общем. Я это давно уже понял, осознал, что возможно все вообще. Хочется очень. Всего желания. Если я правильно понимаю, что внутреннее желание, внутренний огонь позволял не опускать руки там, где многие сдаются. Да. При этом, при этом сохраняя вот это естество, которое ничто лишнего не налипло, даже если пытались. Я просто даже, когда группа уже существовала, мы уже даже съездили на пять звезд на первый канал. Я после этого работал просто на северном заводе в рекламном, в наружной рекламе рекламу в таком грязном помещении. Там лампочки, сеть из лампочек делал. Потом мы вешали на дома. Это уже после пяти звезд? Да, уже после пяти звезд. Обалдеть. У всех бывают периоды. Просто вот тогда, если бы я опустил бы руки, сдался бы и не было бы окружения, которое бы сказал, Степыч, не надо, продолжай. То есть окружение тебя поддержало? Да, но когда Митя поддержал, он тогда с Ассая гастролировали, и у меня даже позвонил, говорит, Степыч, нахрен уходи с этой работы, я уйду из Ассая Music Band, уйду, короче. Ассая Music Band, что такое? Это, по сути, группа моя, группа Марсель превратилась в какой-то момент в Ассая Music Band, а я не смог просто гастролировать, потому что у меня работа была как бы основная, понимаете, на северном заводе я работал на Черной Яичке, вот. И все, Митя вот так, месяца два, наверное, он так три прогастолировал, а потом просто мне говорит, все, короче, давай нашу группу опять будем делать нормально, не хочу, говорит, на кого-то работать, давай, короче, ты тоже увольняйся, давай будем, короче, делать. И все, и потом мы сделали буквально через короткий период песню «Сколько бы», и клип на нее сняли. Вот, и все, все пошло, поперло, как бы, совершенно. Какой ближайший клип ожидаете зрителям? Хороший вопрос, кстати, интересный вопрос. Вообще, вот мы недавно песню классную написали, вчера точнее. Недавно, а вчера? Ну так, да. Мне кажется, что на эту песню я бы попробовал снять клип. Вот, а так? А, последний клип был на песню «По тонкому льду», клип, естественно, надо снимать, это, конечно, обязательно факт. Ну, просто такая тема сейчас, как будто бы негде их показывать, на самом-то деле. Раньше, вспомните, кучу каналов, которые смотрели, которые были на федеральных кнопочках, понимаете, каналы. Сейчас же кто телевизор-то смотрит? Вы смотрите телевизор? Нет. Мои родители смотрят. Ну, как бы, и то. Я стоит, офигенный телевизор дома. Выключен. Вообще, ну, я все смотрю либо с телефона, либо с компьютера, и то это не телевидение. Выбранное. Чем более не музыкальные каналы. А раньше, если домой приходишь, МТВ включил, понимаешь? У меня МТВ срабатывал на будильнике с утра. Вместо будильника включался телевизор на МТВ. Я такой, о. Ну, согласитесь же, как бы, что есть? Да, да, да. В этом же есть логика, как бы, да. И, опять же, вкладывать какие-то бюджеты в то, что потом не будет показываться, как бы, по телевизору, ну, то есть, понимаешь, то, как бы, смысл, как бы, вот сама эта вот эта… Потерялась. Да, да. Немножко, как бы, учитывается именно смысл, как бы, клипов. То есть, сейчас же 15 секунд, типа, лучше рилсов не снимать, кучу, понимаете? На миллион рублей лучше снять 500 рилсов, там, не знаю. И по КПД полезнее снять кучу рилсов, понимаете? Вот так вот теперь. Да, да. А теперь просмотров гораздо больше. Ну, вот мы до съемок, как раз, обсуждали. Я там уж не знаю, как ты к творчеству относишься. У Эльдара Джарахова выстрелила вот песня, что я в моменте. Как? В ТикТоке начали заливаться вот эти моменты, где люди, там, путешествия, не путешествия. И это там… Даже если они вливали бюджет, чтобы первая волна пошла, потом люди подхватили. И ты уже такой, о, где-то это я слышал. И потом уже клип, не клип. То есть, получается, вот этот как вот сид нужен, да? То есть, посев, посев. Ну, да. И посев, и остальные анализы. Хороший каламбурчик. Вот. Ну, это просто про Эльдарчика, как я так говорю. Ему приходится. Эльдар, эл, салют, да. Человеку, которому из животного подключить провод и как к пейджеру подключил. Да. Ну, конечно, вообще… Да. Посев обязательно. Обязательно можно сделать, да. Стопу, стопу, давай. Вот этот… Просто, как… Сейчас тоже, знаешь, посев, конечно, можно сделать, но взрослёт ли рожь? Ну, понятно дело. Рилс. Ты никогда не знаешь, понимаешь, в чём прикол? Бывает такое, что… Вкладываешь, например, в какой-то рилс деньги, сценарий придумывать тебе, нанимаешь людей тебе, снимаешь, всё красиво-красиво, и он просто там не залетает. А какую, ты знаешь… Опять же яркий пример. Вот это вот, есть у нас супер известный ролик свадебный, где мы на свадьбе там у одной актрисы, короче, появляемся, ведущий Саша Петров. Вот. Это видео не было запланировано. Это просто вот мы стоим, значит, за сценой, и я просто вот девочку администратору говорю, ты можешь просто снять? Да. Просто сними. И потом это всё, когда вот выложили, я потом сам это смонтировал, выложил, потому что это действительно было очень эмоционально, и, во-первых, Саша Петров, ведущий свадьбы, это никогда такой, первый и последний раз это было. Во-вторых, как бы Саша придумал классную тему, как бы такой лёгкий пранк. Значит, он, значит, пришёл к нам в автобус, на гимерку, во-вторых, он сам всё это организовывал, под друзьями, да. И говорит, слушай, Теплик, говорит, там такая тема, говорит, вот смотри, у неё, говорит, любимая песня, это песня для тебя. Она, говорит, вообще с детства обожает Марсель, говорит, вообще самая любимая группа, и, в принципе, как бы она особо больше ничего не слушает. Настюха, если смотришь, замечательная актриса, на самом деле. И диджей, как будто, включит, первый танец, естественно, будет под эту песню, первый танец. В общем, они начнут танцевать, и потом, в какой-то момент, типа, музыка ВКонтакте, как будто бы они не оплатили рекламу, да, и тогда, говорит, я что-нибудь скажу, а потом ты выйдешь, и вот тогда уже будет. Вот. Этот ролик, который не был запланирован, просто девочку попросил, и я потом сам смонтировал, он уже, он в ТикТоке залетел сразу же на пять миллионов, сразу залетел у меня в Инстаграме на пять миллионов, потом мы выложили ВКонтакте, и он там залетел. И сейчас везде там три-четыре миллиона минимум, и сейчас несколько, короче, недель назад свадебное агентство московское тоже выложили к себе на страницу, и давай сейчас посмотрим. Давай, чек. Ради интереса сейчас посмотрим, да. Значит, то есть, сколько раз оно уже залетело, понимаете? Да, да, да. И каждый раз, раз за раз он залетает, 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 но оно не было специально, понимаете? То есть... В этом плане искренность рулит получается, что можно сколько угодно там ее обкручивать. Я вот даже сейчас зайду, посмотрите, вот сюда, вот в обмоление. Скорее всего, кто-то уже сегодня лайкал это видео, я уверен. Вот оно, посмотрите. Это была легенда. Вот посмотрите. Под моим комментарием шестнадцать тысяч шестнадцать лайков чисто. Смотрите. А видео, посмотрите, три-два миллиона. В пятый раз, говорю, в пятый раз он залетел. Смотрите, какое прикольное видео, посмотрите. Смотрите, прикольно. Сейчас как-то можно включить так, чтобы это было видно полностью, в формате полностью. Сейчас, секундочку. Вот. Все конверты форма, мы посты разведены. Мы с тобой, как дети, невероятно. Реклама в музыке? А вы знали, что ее можно отключить? Купите подписку на мой взгляд в ВКонтакте всего за сто сорок девять рублей и слушайте любимые треки без рекламы. Подожди, подожди, подожди. Ну, смотри, первый блин комом. Ну, так бывает. Это хорошо. Это, наоборот, на удачу. Блин, мы скачали не тот трек. Кто догадался в 2021 году выкачивать песни с ВКонтакта? Сижу дома. Звонит Петров. Говорит, братан, выручай, помнишь, ты обещал мне помочь? Чтоб вы понимали, что этого я равнее у всех богов-то. Давайте не будем тянуть этого кота за хвост и сделаем двух замечательных людей чуточку счастливых. Парсель. Поехали. Теперь там, смотрите. Гайф. То есть, незапланированное видео, которое, как бы, ну, просто... Зашло. Еще раз хочу посмотреть. Да, просто рвет, как бы, все социальные сети, уже который раз. Я уверен, что я даже... Если бы я сейчас выложу к Спенстро, оно опять залетит. Понимаешь? Да. И, на самом деле, это видео принесло нам столько свадеб. Просто... Круто. Представляете, это одно из самых популярных, завирусившихся в целом свадебной индустрии видео. На самом деле, это просто факт, как бы. Вот. Вот. И тоже, ну, оно стоило ноль рублей, ноль копеек. Чисто я... А дивидендов приносит. Да, дивидендов приносит. Вообще, оно и будет приносить, поверьте мне. Да. Потому что это видео, оно не постареет никогда, на самом-то деле. Оно всегда будет, как бы, актуально. Потому что это, как такой, как бы... Эмоции. Да, эмоции. Чистые, чистые эмоции. Вот это искренний был посыл, искренние эмоции. Да, да, да. Они дороже всего. Так и есть, да. Так и есть. Все, увольняем всех москетологов. Поставляем душу. Да, да, да. Не, ну, так и есть, на самом деле. Мне кажется, что сейчас какая-то такая пора даже. Что люди возвращаются к душе, кто ушел. Потому что вот оттуда все. Я был в душе, когда это еще не было мейнстримом. Вообще. Да, да. Я на душе собаку съел. Да. А теперь пойду вытручу салфеткой. Давай тогда завершать на этой творческой как раз ноте. Татьяна, тебе последнее слово. Ну, давай последний тебе вопрос задам. Давай. Часто через призму своих учеников слышу, что они волнуются перед выступлением. Как ты волнуешься, не волнуешься или уже, ну, с опытом, скорее всего, уже меньше волнуешься? И как справлялся с волнением? Я вам сказать так, что у меня даже есть по этому поводу свое как бы мнение. Когда я перестану волноваться перед выходом, я перестану заниматься музыкой. Пора на пенсию. Если, да? Да. Значит, пора на пенсию как бы. Потому что, когда это начнет становиться ремеслом, а не любимым делом, а ведь когда я перестану нервничать и переживать перед выходом, это все. то это уже просто ремесленность. Энергии не будет. Ну да, конечно, конечно. Я всегда волнуюсь. Всегда волнуюсь, всегда переживаю. Всегда, короче, там в днемерке сижу, я в последний момент просто хожу. Даже зная, что в полный зал хожу, короче, нервничаю, нервничаю. То есть, как бы, момент пустого зала уже прошел, давно как бы. Понимаешь? Да. То есть, раньше переживал, что мало народу. Потом народу стало много. Очень много. И теперь я переживаю. И теперь я переживаю, что, короче, там же много народу. Да, да, да. А они что там все? Можь, сель, можешь, сель. Ты сидишь в днемерке и думаешь, блин, сейчас же короче туда выходить. Но как только. Вот первая песня. И первый аплодисмент. Я как только туда выхожу, вот как только я делаю шаг туда, все. Переключаем. Это уже другой Степа. Это уже красавчик. Просто бог вокала. Понимаете? И распевок. Правда? Да. Самый скромный человек российского шоу-бизнеса. Вот. Во-первых, потому что я всегда захожу через ту дверь на сцену. Вот. И, ну, действительно, у меня есть талант, как бы, есть такой у меня, что я умею владеть, как бы, зрительным залом. У меня всегда, всегда никогда не будет такого, что кто-то там не включен в процесс. У меня же такая же фишка есть. Если я вижу в зале какого-нибудь хмурого человека, я обычно свет туда и останавливаю, и начинаю просто жестко прожаривать его. Я понял. Представляете, приходит девчонка. А с ней парень, который вообще не шарит за группу Марсель. И он стоит. Все. Я вижу. Я прямо могу остановить группу. Подождите. Так, братишка. А ты чего такой грустный? И начинаю его просто в буквальном смысле прожаривать. Круто, по-доброму, весело, как бы, остроумно. И он потом стоит, как правило, начинает заржать просто. И все. Через пять минут твой. Да, да, да. И так это работает, на самом деле, правда. Вот. И какой-то... Это тоже счет опыта, на самом деле. Конечно. Опыта, чувство сцены, чувство зала. Я уже знаю, где поднажать. Да, где поднажать, где, короче, как-то вот... Тоже у меня есть такой пунктик, пока, знаешь, я не уйду со сцены, пока феерия не будет, понимаете. Вот реально. Будут до самого... Бывает, что корпоративы бывают какие-то сложные. Сколько ребята... Вот мне вот ребята не дадут совать из моей группы. Сколько раз в какой-нибудь корпоративе, там, не знаю, или сложного концерта, заходили в гримёрку, и просто Митя просто подходит, говорит, блин, Степа, ты красавчик. Просто спасибо тебе. Вообще просто... Все равно, говорит, ты, все, вытащил, все. В итоге мы всегда уходим королями. Всегда. Нет такого. Потому что я буду до последнего. Даже если будет самый сложный. Даже мы как-то на еврейской свадьбе выступали. Там была такая... Тетя сидела просто вот такой... Прямо первым... Ничем не удивишь. За первым столом. Прямо на половине стены. И Митя... Говорит мне в какой-то момент во время выступления. Это было, знаете, в рестаарной гимназии. Там такие на сцене колонны стоят. И Митя мне говорит такой... Типа... Пилпыч, я пойду за колонну. Потому что она меня разрезает. И он так за колонну встал. Говорит, не могу. А там... Ну да, да. Чем удивишь, да? Знаете, это смешное? Что... Перед нами выступал... Брат подарил своей сестре как бы... На свадьбу. Подарок. Как бы... Свою причем. Она вообще... Она вообще сама даже не знала. Вот. Там такая как бы свадьба. Действительно. Такая еврейская свадьба. Там стояла такая стена. Они там поднимали. Да. Вот. И этот... И мы когда приехали туда... Мой друг, мой ведущий... В общем... Мой, можно сказать, однокурсник... Вася Мастабаст. Вася Царев. В общем... Значит... Выходит со сцены. И значит... И с ним группа... Как же они называются? Ребята? Братья Лихтеры. Трупати Бэн. Вот. Они выходят, короче... Бледные все. И в конце Вася говорит... Степыч, короче... Уже полтора часа пытаюсь, короче... Хоть что-то сделать. Там вообще ни одна шутка не зашла. Вот. Я не знаю, что вы будете делать. И мы выходим на сцену. Вот. За первое слово такая тетя Сара. Понимаете? У нее вообще ноль эмоций. Она вот так сидит такая... А уходили мы просто под шквал аплодисментов. Эта женщина там отплясывала просто. Клянусь вам. Круто. И мы выходим. И Вася говорит... Степыч, как? Как ты это вообще сделал? Как ты это сделала вообще? Говорит, просто... Говорит, что ты... Растопил лед ее. Да. Говорит, как ты это вообще сделал? Что это такое произошло вообще? Видишь, ты сам говоришь, у тебя задача, чтобы каждый человек достучаться в душ и сердце. Потому что да, да. Какие-то ключики потихонечку. Шуточка. Какая-то шуточка. Какой-то комплиментик. Какой-то... Я сейчас вспомню. Знаешь какую историю? Ты рассказывал, что ты подходил, типа скачал песню, ну платно, вот это, свою, своим друзьям. Да. Это было, когда Артур Близнян работал в «Парусах». Да. А я пришел, у меня вышел альбом «Ольбе печали радости». Я просто встречал знакомых, говорю, дай телефон. У меня альбом вышел. Просто заходил на iTunes и скачал. Как он достучался до каждого. Понимаете? Что, платиновый альбом, кстати, международный? Вот так и стало. Круто. Давай тогда наше пожелание тебе еще много платиновых альбомов, песен, клипов. Сохранять вот этот настрой творческий, душевный. Очень круто. Возможно, я думаю, что наверняка за счет этого Питер как раз и базируется на таких, как ты. Спасибо. Таня тоже даст. Надеюсь, вам не было со мной скучно. Нам было очень весело, было очень крутое интервью. Спасибо большое. А нормальных советов я и так не дал. Ни хрена на самом деле. Самое главное – выходить и петь душой, и доносить до каждого, и заставлять каждого включаться в этот процесс. Потому что если… Это же видно все. Зрители, они на самом деле их не обмануть. Если ты не кайфуешь на сцене, то и люди не будут кайфовать. Я клянусь вам. Это просто факт жизни. Поэтому смотрите ну-ка все вместе. Слушайте группу Марсель и учитесь на пятерке. Люблю вас. Обожаю. Адриана, Даня, мама, папа. Всех люблю. Всем пока. Питер Ван Лав. Выпил Дакон Пао и скрутил бэк-ролл. Питер Ван Лав. Лужи и рок-н-ролл. В каждой моей песне он прячется между строк. Город разведенных мостов, а не город дорог. До встречи. Спасибо. 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 До встречи. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok